Мануэль Нуньес, испано-французский архитектор, член Королевской Академии Изящных Искусств Испании. Мануэль, расскажи, когда отец был репрессировал. После того, как закончилась война, они здесь стреляли 9 мая на балконе в Одессе. До 1949 года он проработал на судоремонтном заводе, они перестали вот эти испанские суда. И потом, в 1949 году его посадили. 58-я статья, шпион, враг народа и так далее, в Оркута. Он был реабилитирован в 1955 году, просидел все-таки 7 лет на Оркуте. И потом он подал документы на отъезд в Испанию. Его вызвал секретарь, как назывался, мэр города тогда. Председатель горесполкома. Председатель горесполкома, да. Говорит, ну, Нес, ну как, ты уезжаешь из Советского Союза, ты в фашистскую Испанию, что ты там будешь делать? Ты же наш, свой человек. Я говорю, ну, уже, папа говорит, вы же знаете, что со мной произошло? Так это была ошибка. Папа говорит, я не хочу, чтобы вы больше ошиблись. Все. Разговор был закончен. Мы уехали в Испанию, на теплоходе Крым. Я стал тем, кем я родился. Нужно было быть испанцем. У меня был порыв. В 61-м году я уже был тогда в театральном училище в Барселоне. Но я понимал, что принимать каждое утро курсы с фашистским салютом, мне это не нравилось. И в конце концов я решил, что рванул из Испании, вернусь в Одессу. Здесь есть Вовка Пахомов, мой друг детства. Как-нибудь поможет мне разобраться и, наверное, поступить в какое-то театральное училище для того, чтобы стать театральщиком тем, как я бы хотел быть. И мы мечтали с Вовкой с детства быть такими. Добраться до Парижа. Но в Париже меня не пустили. В консульство советское две недели меня держало там в Париже. Помогали, ну что, давали деньги. Я жил под мостами. С кулашарами? Что? С кулашарами, да? Да, с кулашарами, да. И тогда были еще битники. Такие были голландские ребята, которые с бородами. Под шум жили, да? Да, да, да. Меня научили собирать в мусорных ведрах ресторанов то, что нужно, стартировать и так далее. Симпатичный период, две недели. Замечательный. Потом меня вызвал консул и говорит, слушай, мы получили ответ из СССР. Мы не можем тебя перевезти, потому что ситуация в Париже страшная. Они ждали в тот момент, это был май 61-го года. Они ждали переворот африканских войск. Уасов с Дегольем это разбирают. Деголь не хотел. Уас хотел обязательно, чтобы это продолжало быть французской Африкой, французским Алжиром. И, конечно, была ситуация гражданской войны. Город был взят войсками. Париж. У меня была параметра страшная. Я думал, что следят за мной повсюду. И консул мне говорит, что мы не можем выйти, потому что это очень опасно. В аэропорту, наверное, буду следить очень серьезно, кто ты и так далее и тому подобное. Возвращайся в Испанию. Много лет спустя, это был 61-й, в 69-м я уже как малый архитектор приехал сюда в Одессу. Но ты легально пришел во Францию или ты через Пиренеи перебирал? Через Пиренеи, пешком. Пешком. А назад? Назад мне дали, типа, не знаю, сало кондукту, не знаю, как называется это по-русски. Типа временное такое настроение личности, да? Деньги на билет, купил билет, вернулся на границе. Ждали меня, полиция. Арестовали, посадили. Три месяца, тюрьма, арест. Административный арест. Без суда. Я посидел там немножко и выпустили в конце концов. Там познакомился с Буфилем. Перешел на архитектурную деятельность. Закончил театральное училище. Поставил две свои пьесы. Написал пьесы, две военные пьесы на тему войны. Тогда шла война во Вьетнаме, уже очень успешно. Но я не говорил о американцах, но пьесу, которую написал, мне очень поразило, потому что по своей структуре она очень напоминала фильм Кубрика. Ты его видел, Full Metal Jacket, где его кинофильм сделан в двух частях. Первая часть, половина, это муштровка солдатов. И вторая, это бой на каком-то промышленном предприятии во Вьетнаме. Взятие какого-то, захватка автозавода и так далее. У меня было то же самое. Я был очень поражен моей муштровкой в Африке, в испанских войсках. И написал эту пьесу, где первый... То есть еще испанскую армию прошел, да? Да, в Африке. И сколько ты служил? Два года. Два года? Да, да, да. И что это были за войска, пехота? Это была пехота, это были наши колониальные, еще остатки колониальных войск. Наша база еще была в Тетуан, Тетуан уже не принадлежал Испании, принадлежал уже Марокко. Но войска так и назывались, регулярные войска Тетуана. И да, прошел армию симпатично, получил контузию. Там были тогда у нас трения с марокканцами, потому что французы подталкивали марокканцев на западную Сахару, которая принадлежала Испания. Там есть огромные залежи фосфатов, самые крупные залежи фосфатов в мире, пардон. И в конце концов они отвоевали. Благодаря французам этот кусок Сахары. Испанцы ушли оттуда в 73-м году. Но мы тогда воевали, не воевали, на самом деле не воевали, просто марокканцы посырали свои экспедиции, патрули. И они очень так осторожно, по-партизански расправлялись с испанскими патрулями, потому что они закапывались в песок, дышали через камыши. Когда мы проходили, они нас расстреливали в пину. Я попал один раз в такую переработку. И, слава богу, что я был извысок, так что был впереди. У меня было время прыгнуть в какую-то дюну, для того, чтобы как-то отстреляться, защититься, чтобы в пину получать пули. Это было неприятно. Оказывается, был обрыв, и я упал. Ударился по какую-то каменюку в глубине оврага. И ходил соглантый вот так три месяца полностью. Спина, травматизм какой-то страшный, травматизм. Но потом меня подлечили, стал ровным по сегодняшний день, но травматизм остался. Вот про театр. Опять мы вернулись в театр. Ты пошел в театральное училище. И, в общем-то, уже, как говорится, из военно-морских офицеров ты как бы переквалифицировался в сторону театра. Это произошло еще в Одессе, да, уже после ареста отца. Нет, нет, это было в Одессе в первом классе, когда я познакомился с Володей, с Зимкой. Вова, он... Меня мама водила в оперный. Она мне сказала, вот вчера вечером мы проходили с женой перед оперным театром, и... Мама сказала... Папу арестовали в январе. И это был, по-моему, в феврале месяца, был Борис Горнин. Ставили Бориса Ганунова. Теперь ты мой кавалер, идешь со мной в оперу. Мне было шесть с половиной лет, и мы пошли в оперу. Конечно, через Черный город войти, в этот храм, который... Храм... Не знаю чего, но храм... И вдруг внутри взрыв цветов красивой женщины, мужчины, сигареты, шампанское. Все это пахло праздником. Этот зал, этот занавес, который забрали... Он был увезен немцами как трофей. Ты помнишь эту историю, да? И вдруг этот занавес висит снова. Там мама мне все это рассказывала. Оркестр, который настраивает инструменты, вдруг это все взрывается. И Борис Ганунов поехал. Ну, я заснул. На низких нотах... На низких нотах Бориса Ганунова я заснул. В своем красном кресле. Иногда просыпался, когда рев голосов был очень сильный. Ну, в конце концов, я проснулся, потому что были дикие аплодисменты. Я тоже стал аплодировать. И с тех пор я стал, конечно, замечательным поклонником Одесского театра. Будет опера, балет. Потом здесь наша... Как называется? Филармония. Биржа. На Пушкинской тоже. Музей западного искусства рядом с домом. Археологический музей рядом с домом. Я жил в каком-то золотом квадрате. И мама меня возила по этому квадрату. И самое интересное, что Володю Пахомова мать тоже возила по этому квадрату. И когда мы встретили в школе, у нас была вот эта какая-то совместная основа. Мы не договорились, договорились. Но его тянуло больше. У него было проявлено его рвение делать постановки. И вот я помню, что для того, чтобы делать первые постановки, мы их не делали, конечно, ни в школе, ни в театре, нигде. Мы его ставили у него дома. Но потом это стало каким-то замечательным проводником, потому что мы не учились очень хорошо. Ну, были маленькие бандиты. Одесса была для этого делать. Все это было развернуто. Это была замечательная сцена для детских похождения, авантюр и так далее. Так что мы не хорошо учились. Ну, Володю прикрывали тем, что он сын своего папы. Меня, наоборот, выставляли, потому что я тоже был сыном репрессированного человека. Мне репрессировано тогда, это называлось, фраг народа. Так что это был опузат сайт. Но мы дружили. А какова судьба Димы? Дима, он где-то, по-моему, во втором или третьем классе его послали в Питер, в Нахимовское училище. И, конечно, мы были очень-очень встревожены этим, потому что, конечно, Димка приезжала где-то в Нахимово. Для нас, конечно, в детстве, когда ты видишь пацана, который ходит из замечательных форм, и Димка был такой, да, мусстрованный человек, всегда был ответственным, его отец был военным и так далее. Так что нам нравилось это. И Володе тоже, наверное, было призвание моря. Его мама преподавала в высшей нарекотке здесь, математику. Но, живя в Одессе, море, оно здесь. У меня было по семье. Так что у нас была огромная фрустрация. И что Дима? Чем у него судьба сложилась? Дима, он пропал, в конце концов, где-то в атомных подводных лодках Советского флота. Потом он был разжалован оттуда, потому что из-за болезни какой-то. Но он был атомщиком, специалистом по атому. И в Украинской, в УССР он стал каким-то очень важным пожарником атомных систем. И когда произошла авария в Чернобыле, Дима был в первых рядах обученных, ну, которые были вызваны срочно на место аварии, он сейчас живет в Вашингтоне. Американцы получили двойной экспонат, потому что он был, он получил такую дозу радиации, чтобы в коме где-то три или пять лет, не помню, без движения лежал вот так. Но его держали, поддерживали как-то. И он говорил мне, рассказывал, он приехал потом в Париж, потому что французы с одной страны и американцы с другой хотели получить его. Как атомщика, тоже как человек-экспонат того, что он прожил, он вылечился. Но он вылечился изнутри. Ну, его помогали, конечно, поддерживали. Но как военный человек, он создал в себе дисциплину дыхания, дисциплину движения внутренней и так далее. И в конце концов снаружи поняли, что он жив, что у него есть рациональная какая-то жизнь. Ему начали помогать все больше и больше. В конце концов он открыл глаза и встал на ноги. Давай мы перейдем все-таки к архитектуре, к твоим полутора тысячам твоих проектов. Скажи, вот из того, чем ты занимаешься сегодня, что, над чем ты сейчас работаешь, чем закончился суд с мэрией Парижа, которая забрала у тебя возможность достроить храм Покрова Богородицы. Мы продолжаем судиться. А, еще... Саша, дорогой, ты мне знаешь, что мы не оставляем эти вещи никогда. Нет, это беспардонная вещь, так что мы судимся. Мы ушли из французского суда, потому что, так как это находится на... Коррупция находится на уровне президента... Расскажи в двух словах, потому что я так, вот мы с тобой говорим в курсе, зрители не в курсе. Мы выиграли конкурс. Что это был за проект, да? Мы выиграли конкурс на строительство православного культурного и духовного центра в Париже. Финансировала русская сторона. Ну, как всегда, у вас это спонсорство идет, частное и так далее. Это у них, это не у нас. Это у них, это не у нас. Это у русских там. Ну, русские, в общем, какие-то спонсоры, частные и так далее. В общем, инициатива государственная, финансирование частное. И... Ну, деньги я получал. Я подписал договор с администрацией президента. Так что господин Кожин, который был тогда ответственным руководителем администрации президента, подписал мне мой договор. Мы выиграли конкурс как-то очень честно, без никаких там заходов, с тени, сзади, с передней. Выиграли первый тур, второй тур, третий тур. Это был просто народный опрос по интернету. В Париже и в Москве. И мы получили тоже большинство голосов. Выиграли. Просто. Приступили к проектированию. Я предупредил русскую сторону, сказал, у нас, у нас есть политический календарь, он заканчивается в мае следующего года. В 2012 году будут выборы в президента. Этот конкурс был в марте 2011 года. У нас очень мало времени. Мы должны за 6 месяцев до мая 2012 года получить разрешение на строительство. Ну, я не знаю, как произошло, но произошло, что русские отдали это какому-то французской компании частной, которая руководила проектом, представляя интересы российского государства. В конце концов, нам вставляли палки в колеса, потому что было походить все ведомства, для того, чтобы все, их много, и пожарники, и экологи, и нормативные инстанции, и ваши СНИП, вот все это нужно было проходить. А в конце концов, мы узнали, что есть какой-то для специальных проектов, есть укороченные, трехмесячные представления документов на получение вида на строительство. нам сделали 6 месяцев, и, конечно, нас довели за порог, политический порог, и, конечно, выборы были в мае месяце. Саркози, при котором мы выиграли конкурс, он ушел. Нас 27 апреля, за две недели до выборов французских, главный архитектор французского государства на совещании УНЕСКО, Министерства культуры города Парижа, российского посольства, сказал, официально объявил, что вы не беспокойтесь, во Франции есть традиция, что когда, это не закон, это традиция, что проект, выбранный одним президентом, следующий президент не имеет права его трогать. Это святое. Он должен его довести до конца. Новый президент, социалист, Голланд, он сделал все возможное, чтобы этот проект разрушить, убрать меня оттуда, и передать проект французам. А вот ты не был в Одессе шесть лет. Шесть лет, да? Я помню, как мы с тобой как-то с яхты смотрели на Одесский залив, и твоя фраза о том, что неухоженный рот, а я переспросил, в каком смысле, а ты сказал, ну каком, ну выбитые зубы, посмотри на этот вид Одессы с моря. Вот. Как ты сегодня видишь Одессу? Вот шесть лет прошло. Я констатирую одну вещь, что, во-первых, ну есть два момента, которые я хотел отразить, но первый отвечает на твой вопрос. Вопрос, вчера мы въехали в город, ну как всегда, возвращайся в родной город, в родной город, и у тебя, как у лошадей, как называются эти люди? Шоры. Шоры, да. Чтобы она не шарахала. Я в Одессе смотрю только то, что я хочу видеть. Точка. Это, наверное, болезнь деситов. Манова, последний вопрос. Предпоследний. Нет, последний. Последний мы в Испании говорим, что это как раз до того, как ныруют гроб. Ага, понятно. Значит, предпоследний. Лист. Лист, but not вас. Да. В чем ты видишь, мы сейчас затронули тему национального, в чем ты видишь разницу, если она для тебя существует, между национализмом, тем более ты живешь в Каталонии, эта тема для тебя тоже не абстрактная, между национализмом и патриотизмом. Вот где эта грань, если таковая существует? Я уже несколько, 10 лет, как мы живем вместе с Юлией, мы же расписались и так далее, не сделали это в Украине, потому что было очень трудно пройти все административные штучки, в конце концов, мы расписались в Испании. Я говорю Юле, что я не хочу больше жить в Каталонии. Я каталонец, административный я каталонец. Законы очень жесткие, для того, чтобы стать каталонцем, нужно прожить без выезда 14 лет. Это неплохо, правда? Это не там 4 или 5 лет по-американским законам и так далее. 14 лет я этот стаж имею, все хорошо, я знаю язык, я учился в каталонских школах и так далее. Я люблю Каталонию, замечательная страна, высококультурное государство, королевство, но я не люблю их национализм. Я любил свою каталонию, в моей молодости, когда мы боролись в рамках Компартии Испании, тогда подпольной, в эпоху фашистской диктатуры Испании, против фашизма, и мы боролись за испанскую Каталонию. Каталония, да, королевство, так же, как и Галлисийское королевство, как и Кастильское королевство, как и Рагонское королевство, в рамках испанского королевства. Исторически мы были созданы так. А то, что вот эти, как ты очень правильно называешь, патриоты, националисты каталонские, хотят, давя на грамотян Каталонии, доказать им, что они каталонцы, а не испанцы, это неправда, потому что больше испанцев сегодня, чем каталонцев на территории, где-то 60 на 40. И хотят вот эту критическую массу затянуть на, перетянуть через границу равновесие для того, чтобы выиграть на выборах эту битву. Манола, ну вот еще раз, грань между национализмом и патриотизмом, как ты его видишь? Она не существует. Она совершенно искусственная, и ее играют люди с очень неприятными аппетитами, и я против этого. Я против национализма. Почему? Потому что для меня национализм с латинским корнем наци мне напоминает нацистов. И вот то мое детство, которое прожило в разрушенной Одессе, когда мы приехали сюда в 45-м году, и все то, что мы прожили здесь, ваша страна прожила вот эту страшную войну, в которой почти не было ни одной семьи, которая уцелела бы от нее. и пострадало очень много людей. Ваши города были разрушены. Крым среди них и так далее. Я считаю, что для меня национализм это синоним фашизма. Все. Я хочу больше об этом говорить. Хорошо. А патриотизм это совершенно другая как сказать, другая мерка. Я за патриотизм. Потому что для меня патрия по латыни это патер, это отец, это отечество. И мое отечество вот у меня интересно, потому что моя родина это Узбекистан, это Самарканд. Это как пишут испанцы, Россия. На самом деле Одесса. Потому что это родина моей матери. имама вбила меня в Одессу и одессит. А патрия, отечество это Испания. Так что я вот эту двоякость как-то очень правильно поставил в себя. И я с одной стороны замечательный патриот испанский, каталонский тоже, но каталонский моей Каталонии, не национальной, не нацистской. И тоже одновременно моей замечательной Одессы, моей родины Одессской, моей мамой. Спасибо. Спасибо, Мануэлла. Спасибо зрителям, которые были с нами. Сегодня на ванн-сене был Александр Мардайн и человек, без которого без должной скромности могу сказать, мировая архитектура неполная. Архитектор от Бога, замечательный человек, Мануэллл, нонес. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин